Я тоже премьерного характера, насколько я понимаю. Друзья, с удовольствием вам представляю. Татьяна Субович, организатор мастер-класса. По мастер-классу Велины Хромченко ожидает нас в ближайших приятных перспективах. Кто прежде всего заинтересован в аудиторию, ведь, скорее всего, как я понимаю, речь пойдет о моде. О моде, о моде, о моде. Конечно, о моде, конечно. Татьяна, расскажите, ориентирован. Вот вы когда задумали вообще привести Элину Хромченко, то ориентировали вы этот мастер-класс на кого? Ну, как вы думаете, на кого он будет ориентирован? Прежде всего, это аудитория, которые любят Эвелину Хромченко. Это ее поклонницы. И все те, кто любят моду в принципе, это не только женщины, но и мужчины. То есть не обязательно быть дизайнером каким-то или модельером? Нет, конечно. Нет. Это будет мастер-класс, посвящен модным трендам. Весна-лето 2017. Мы все узнаем о новых сезонах. Мастер-класс будет проходить в нетрадиционном формате. То есть это не просто мы сели и послушали. А гостей мы приглашаем на полчаса раньше, то есть не в 7 часов, в 6.30. И мы начинаем угощать их шампанским. А потом мастер-класс, опять перерыв, где мы готовим вопросы для Эвелины. А гостей угощаем кофе, мороженым. И потом Эвелина отвечает на вопросы, то есть это живое общение. Все, кто мечтает задать вопросы, увидите Эвелину, обязательно приходите к нам, пожалуйста, на мастер-класс. То есть у нас такой вот светское событие. Фотограф и видеограф. Это да, светское событие. Можно красивая картина здесь. Обязательно. Будет у каждого подарки от спонсоров. То есть красивый пакет, в котором много сюрпризов и секретов. То есть обязательно нужно прийти и все узнать, что же вам приготовили организаторы. У наших телезрителей есть уникальная возможность попасть на это мероприятие, ответить всего на один вопрос. Есть билеты, вот эти вот в руках. Вопрос несложный. Эвелина Хромченко не так давно, ну уже давненько, озвучила героиню одного из фильмов. Так вот, скажите, кому она отдала свой голос, скажем так, кого озвучила Эвелина Хромченко в известном фильме? Ну, надо понимать, что жанр фильма как-то все-таки приближен к ее роду. Ну, нет, что-то, допустим, наверное, все-таки не «Звездный войн», а не какой-то вот такой ВВК-фильм, скорее всего, вот, близкий по духу ювелиней Хромченко. 261-62-63, телефон прямого эфира, но мы пока продолжаем нашу отчасти светскую беседу. Я хотела спросить у вас, а легко ли было ее зазвать сюда, к нам, в Красноярск, потому что мы видим ее на экранах федеральных каналов, в Москве, в столице. Она очень занятая персоной, естественно, первый канал отнимает очень много времени, она вообще никогда практически не выезжает в регионы. То есть в Красноярске в последний раз она была 20 лет назад, и то, что она к нам приезжает, это, конечно же, уникальное событие, и его нельзя пропустить. Рассказываться будет про сезон именно весна-леты 2017. Будет рассказываться, в принципе, про то, что надеть, как надеть, или будет рассказываться также про фактуры, я не знаю, возможно, про цвета. Я вам не расскажу всего. Нужно обязательно будет прийти. Это будет проходить в конгресс-холле СУ. Это новейший зал с огромным экраном во всю сцену, и Эвелина будет, естественно, показывать какие-то слайды, комментировать, рассказывать. Но я хочу всех предупредить, что видеосъемка будет категорически запрещена. То есть фото можно сделать будет, сториз в Инстаграме, видеосъемку Эвелина не разрешает. Скажите, вот она, Эвелину, все-таки воспринимать, вот как кого в высшей степени? Это такой шоу-персонаж, персонаж какой-то вот такой шоу структуры, или это все-таки человек-эксперт? Я думаю, что она настолько многогранна и разносторонна, то есть она и эксперт, естественно, безусловно. Наверное, в России она все-таки ведущий эксперт в своем направлении. И первый канал, наверное, дает, конечно, ту значимость ей и ту популярность. Потому что многие, кто идут на мастер-класс, звонят мне с просьбой передать какие-то ей подарки, презенты. То есть люди, которые своими руками делают какие-то броши, украшения, хотят ей от всего, от чистого сердца, то есть даже это не реклама, просто сделать ей приятное в память о нашем городе. Угу. Хотелось бы сказать, напомнить наш вопрос, потому что у нас есть телезрители, которые до нас позвонились, но отвечают неправильно. Вопрос так, как зовут героиню, которую озвучивала Эвелина Охронченко в фильме? Необходимо назвать не имя актрисы, которая играла роль этой героини, а именно героиню. Как ее звали? Ну, я даже не вспомню, хотя фильм достаточно такой вот интересный, жизненно раскрывающий суть вот этого мира моды. Он, на самом деле, не так просто и не так вот залакирован, как кажется, на первый взгляд. К чему готовятся зрителям, которые придут на вот этот мастер-класс? Что взять с собой? Каким образом подготовиться и настроиться? Мне кажется, определенный настрой необходим. Во-первых, наверное, нужно платье. Ну, либо в целом образ. Потому что будет очень много локаций, фотографов, видеографов. Все эти фотографии потом все смогут получить, естественно. И это будет общение. У нас идут компаниями, и есть компания девушек, идут 18 человек. То есть это прямо событие... Девичник такой. Это девичниками, да, собираются. Собираются компаниями, кто-то где-то вместе учился, кто-то занимается в каких-то клубах. Идут девочки, которые занимаются йогой, идут девочки, которые учились на стилистов. Ну, то есть это такое вот событие, конечно, все... В чем же пойти? Что же мне одеть? Как записываются... Ну, светский ролик. В связи с того, что формат все-таки отчасти светский, к нам дозвонилась Любовь. Доброе утро. Любовь, мы вас слушаем. Да, доброе утро. Любовь, скажите, пожалуйста, как же звали героиню и какого фильма, в принципе? Дьявол носит прада. Миранда Принсли. Миранда Принсли. Абсолютно верно. Мэриал Стрип играла эту роль. Мы вас поздравляем. Я бы сказал, великолепная, великолепная Мэриал Стрип и Любовь уже у нас... Я просто хотел спросить, целенаправленно ли был звонок, если обязательно пойти, или из спортивного интереса не звонил. Но, скорее всего, да. Насколько события уникальны, эксклюзивны в каком-то смысле. Опять же, исходя из того, что Эвелина Хромченко не особо как-то гастролирует и, по сути, для Красноярска сделана какой-то исключением. Исключение, вы абсолютно правы. И в следующий раз мы не знаем, когда она поедет. В общем, дорогие друзья, готовьте платье. Раскупайте скорее билеты, которые... Билеты, в принципе, остались еще? Конечно, билеты есть на крас-тикет и крас-билеты. Заходите, пожалуйста, выбирайте. Заходите, выбирайте. Билеты 15 мая, 18.00. 18.30, мы начинаем. Пить шампанское. Мастер-класс «Модный сезон». Весна-лето 2017, так что торопитесь.